Добрый день! Меня зовут Ирина Вишнякова. Я московский экскурсовод. И сегодня мы будем изучать архитектуру печатного двора и здание синодальной типографии на улице Никольская. Начнем изучение здания синодальной типографии, выходящей на улицу Никольская 15. Оно было построено в начале 19 века и закончено к 1814 году постройка архитектора Мирановского. На этом месте находилось здание предыдущей постройки и относилось оно к более раннему периоду, к 17 веку. Что же можно было увидеть на здании 17 века и на сегодняшней постройке, потому что некоторые элементы были перенесены. И в том числе соблюдена стилистика. Но в любом случае мы увидим стилистику русского стиля, переработанную с учетом тенденции начала 19 века. Это один из очень интересных примеров, в том числе и наличие готических элементов, что достаточно редко можно было увидеть в Москве в тот период времени. Предыдущая постройка была выполнена из камня двухэтажная и в качестве декора она имела как колонны с очень интересным резным орнаментом, лиственнично-цветочным. И такие же колонны мы можем увидеть и сегодня. Их четыре, как верхняя часть, так и нижняя, имеют чудесную каменную резьбу, очень похожую на колонны с предыдущей постройки. Также мы можем увидеть два входа в это здание. Одно выполняло роль вход непосредственно в типографию, а второе в книжный магазин. Все-таки мы говорим о предназначении этого здания синодальной типографии, где выпускалось огромное количество книг. Над входом с левой стороны мы можем увидеть сохранившийся козырек, а над ним солнечные часы. Таких солнечных часов на этом здании два, слева и с правой стороны. Они были перенесены с предыдущей постройки 17 века. Если мы поднимем свою голову немножечко выше, то мы увидим, как здание богато орнаментировано цветочным и лиственничным орнаментом. По центру над въездной аркой мы можем увидеть символы печатного двора. Это лев и единорог. Сейчас они находятся в пустом пространстве. Изначально они держали в вензеле Александра I. Почему Александра I? Ведь именно он дает распоряжение на перестройку здания синодальной типографии в начале 19 века. Что символизирует лев и единорог? Это и символы власти, символы чистоты. Ведь лев, как один из старейших символов не только на Руси, но в том числе в других государствах, мы можем увидеть как с короной, так и без. Здесь лев был коронован. И точно такой же символ мы можем увидеть и во внутреннем оформлении палат печатного двора, исторического музея и многих других зданий. И, кстати, не только в Москве. Но, а единорог мы можем увидеть впервые на печати 16 века Ивана Грозного. Поэтому единорог как символ государственности мы можем увидеть на печатном дворе, ведь это государственный печатный двор. Если мы посмотрим на проездную арку во внутренний двор, то мы можем увидеть тоже, как она декорирована с внутренней стороны. Хочу отдельно обратить ваше внимание на эти четыре колонны, потому что они состоят из нескольких частей. И при взгляде, когда гуляешь по улице Никольской, в первую очередь видишь красоту нижней части. А потом, поднимая голову наверх, уже можно рассмотреть непосредственно весь цветочный орнамент. С одной стороны, такие колонны мы можем увидеть и в более раннем периоде времени, и в 17 веке в том числе. Но и возникает вопрос, а что же они делают здесь? Они обыгрывают тот стиль и ту историю того здания, того места, которое здесь как раз и находится. Как солнечные часы над козырьками, так и оконные проемы, весь декор вокруг них тоже имеет достаточно много цветочного и лиственничного орнамента. Ну и, конечно же, две мемориальные таблички. С левой стороны она была перенесена с предыдущего здания и рассказывает нам о том, почему, когда и для чего здесь был построен печатный двор. А с правой стороны табличка продолжает летопись истории печатного двора с начала 19 века. Но еще интересно рассмотреть это здание с точки зрения наличия готических примеров архитектуры. Ведь мы видим на уровне первого этажа окошки вытянутой стрельчатой формы, а внизу под окошки мы видим также розетки цветочные и лиственничные. Вот такой орнамент очень часто встречается в готической архитектуре Европы. И он в том числе представлен у нас в Москве. А если поднять голову совсем наверх, то мы увидим, что завершение крыши и парадного фасада это вытянутые башни пинакли. Мы находимся в помещении 19 века и сегодня для историко-архивного института это самая большая аудитория. Если убрать парты, убрать весь декор и поставить печатные станы, то мы получим здесь типографию, которая существовала до революции. Здесь в этой аудитории я хочу обратить внимание на чугунные столбы, которые являются несущей конструкцией для такого высокого помещения и на сводчатый потолок. Потому что такая конструкция, она приходит в архитектуру и в инженерию во второй половине 19 века.